Сегодня в Краевом шахматном клубе с журналистами встретился 17-летний победитель первенства России по классическим шахматам среди юниоров Алексей Сорокин. Об успехе одного из самых перспективных шахматистов региона расскажет Дмитрий Гладких. Приглашение выступить алтайскому шахматисту Алексею Сорокину на первенстве России по шахматам среди юниоров до 21 года поступило в Федерацию шахмат Алтайского края неожиданно. Президент Федерации Артем Поломошнов предложил Алексею принять участие в этих стартах. Не прошло и часа, как он ответил согласием. Низкий стартовый рейтинговый номер, восьмой из десяти, не позволял надеяться на высокие призовые места, но получилось иначе. На первое место я, конечно, не рассчитывал, ну а как-то по ходу турнира у меня игра пошла, некоторые соперники были не в форме. Ну и примерно после половины дистанции я понял, что реально претендую на первое место, ну и как-то дальше само пошло. Стоит отметить, Алексею всего 17 лет, но это не помешало ему добиться высокого результата в Краснодарском крае. Это первенство алтайский самородок начал с трех ничейных результатов. С Андреем Есипенко из Московской области, москвичами Давидом Поровяном и Семеном Ломасовым. После этого алтайский шахматист выдал серию из трех побед подряд. Ему удалось переиграть мастера Фидера, Миля Файзрахманова из Казани, гроссмейстера Даниила Юфу из Тюмени и международного мастера Кирилла Казионова из Ижевска. Судьба золотых медалей решалась в последнем туре. Белыми фигурами Алексей Сорокин сыграл в ничью с красноярцем Дмитрием Хигаем. В параллельном матче Андрей Есипенко свел в ничью партию с Владимиром Захарцевым, что гарантировало Алексею Сорокину первое место с результатом 6,5 очка. Вторым на финише стал Есипенко, третьим Поровян. Оба набрали по 6 очков. Для Алексея Сорокина и Алтайской Федерации шахмат этот результат, безусловно, большой успех. Надеемся, что в ближайший год Алексей сможет реализовать наше общее желание и его, и наше, и стать гроссмейстером. Сейчас Алексей, как чемпион среди юниоров, получил допуск играть в высшую лигу. Мы надеялись, что он отберется через чемпионат округа, но вот он отобрался другим путем, наверное, более сложным, но отобрался. Шанс стать первым в Алтайском крае гроссмейстером у Алексея Сорокина есть. Главное продолжать одерживать победы на крупных турнирах с участием именитых оппонентов. Впереди у молодого мастера Фиде из Барнаула очередные старты. В июле Алексей может отправиться на чемпионат России по шахматам среди мужчин. Осенью его ждет чемпионат Европы до 19 лет. Он пройдет в Румынии. Кроме того, предстоит выступить и на чемпионате мира до 21 года в Италии. Я знаю все.